В поселке Заречье Самых активных ребят поощрили подарками. Родители тоже остались довольны. Подумали еще, было бы здорово, если бы сделали какое-то торжественное открытие, как вот точка завершения таких строительных, ремонтных работ. И вот, собственно, чтобы открыть торжественно с праздником. Получилось очень здорово, душевно. После сдачи дома прилегающая территория оставалась еще неблагоустроенной. Жильцы обращались к застройщику с просьбой решить эту проблему, но их не слышали. С 2008 года рядом с домом не было места для семейного досуга, но в этом году все изменилось. Жители всегда с теплотой принимают изменения в положительную сторону. И с этой территории особенно был посыл от жителей. Очень активно они нас просили эту площадку вставить в план и ее реконструировать. И, естественно, благодаря программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, наша Подмосковья, мы эту площадку смогли отремонтировать. Благодаря инициативной группе неприглядная придомовая территория превратилась в новый красивый двор. В разработке дизайна участвовали сами жители. Детскую площадку обустроили всего за месяц. Мы обратились в администрацию с просьбой благоустроить нам площадку. Ну, спасибо огромное. Сделали нам такой праздник. Так рады дети, счастливы. Наконец-то дождались открытия. Очень здорово. Всем нравится. Теперь здесь есть игровая зона для детей с веселыми горками и качелями, зона отдыха для родителей и даже свое футбольное поле. Мальчишки уже собрали дворовую команду и с удовольствием забивают победные голы. У них даже появились первые болельщицы. Возможно, юные футболисты вырастут настоящими чемпионами. Ваню, забивай! Да! Игра была настолько увлекательной, что даже Михаил Зимовец не смог удержаться и дал пас. О! Вот как раз доказательство тому, что как раз активная жизнь наполнила этот двор. Игровой площадке скоро присвоят имя. Его напишут на баннере, который украсит двор. А пока среди жителей объявлен конкурс на лучшее название детского комплекса, итоги которого подведут через месяц. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...